За помощью депутата Госдумы обратились жители дома 147 по улице Куйбышева. Дом Уструковского, как его принято называть, хотели признать аварийным, однако по решению специальной комиссии не стали. Но и долгожданный капитальный ремонт никак не могут начать. Ну, трещина вот у них по потолку, трещина, по стенам. Вам они, так сказать, какую-то создают проблему? Почему-то говорят, что вот через них могут признать все-таки дом аварийным. В техническом заключении же какие выгоды сделаны? Что все-таки надо проводить работу по усилению, конструкции. Не просто же так, они подписали, что на веки вечные дом не аварийный. Поэтому надо усилять несущие конструкции. Дело осложняет и то, что собственник одной из квартир, в которой пошла трещина, отсутствует. Мы проводим сейчас ремонт окна, пока именно в том месте. То есть ремонтируем деревянную оконную раму, чтобы делать настоящую восстановление. И батарею нашу монтируем и ставим туда. После установления факта юридического отсутствия этого нанимателя, если он подтвердится, мы не ставим плановый ремонт, ремонстим уже полностью. У меня большая просьба, Сосаныч, погрузитесь, пожалуйста, в этот адрес, Кубышево 147, и нам обязательно нужно его капитально отремонтировать, потому что фасад и крыша он в плане у вас стоит. Ранний парламентарий уже способствовал закрытию бара, который располагался в подвале этого дома и приносил массу неудобств жителям. Однако бар закрыли, а помещение со всеми коммуникациями все еще находится в частной собственности. Жители намерены добиться от собственника, как минимум, вернуть первоначальную планировку подвала. Благодаря вмешательству Александра Хинштейна, жители получили контакты собственника и заручились дальнейшей поддержкой парламентария. Среди вопросов, с которыми самарцы пришли на прием к депутату, также маневренное жилье и работа недобросовестных УК. Кроме того, жители города поделились идеями своих общественных проектов. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События.